Несмотря на морозы, сегодня за Ковалевским рынком лагуна вовсю кипит работа. Грузовики водят песок и бетонные плиты, слышен гул от подъемных кранов и рев тракторов. Брестские строители возводят новый микрорайон – Юго-Восток номер 4. Жилая застройка, рассчитанная примерно на 30 многоквартирных домов, призвана обеспечить жильем порядка 11 тысяч жителей. На протяжении двух лет, начиная с 2014-го, на этой территории велась серьезная подготовительная работа к застройке. Как итог, сегодня проложены инженерные коммуникации, а также появилась часть подъездной дороги к будущим домам. В этом году, вы видите, начало строительство, планируется ввести в эксплуатацию 4 дома КПД. Эти 4 дома КПД – это будут долевые дома для дольщиков. Значит, 2 дома будут заказчиком УКС городской, и 2 дома заказчиком будет Брежневый строй подрядчик. В этом районе еще предусматривается школа и детский сад. И есть первая линия застройки, она как бы идет уже, пойдет она отдельно, она уже пойдет через аукционы, то есть город будет продавать, и какой-то придет инвестор, может наши, может другие фирмы строительные. И чтобы уже ту линию, которую мы планируем начать с Варшавского шоссе, первую линию застройки, она пройдет юго-запад второй, третий, четвертый и ЕВМЛ четвертый. То есть, ну, уже хотим всю линию выстроить вдоль побережья УКС. Кроме этого, новая жилая застройка станет своего рода экспериментальной площадкой для строительства совершенно новых для города объектов. Речь идет о так называемых китайских домах. Их название произошло от того, что деньги на строительство выделила Китайская Республика. Их возведение начнется примерно в апреле текущего года. В городе Бресте за 16-17 год планируется построить три дома по этой линии. Эти дома будут построены безвозмездно и переданы в государственную собственность. Жилье будет выделяться для граждан, которые имеют право на получение социального бесплатного жилья. Согласно проекту и планам, в этом году уже будут сданы в эксплуатацию четыре дома. И одновременно начнется осуществление пилотного проекта предприятия Брест-Жилстрой по возведению 16-этажных высоток. Для них в новом микрорайоне выделены две площадки. Однако, кроме строительства нового района, у Брестских зодчих есть и другие объекты, требующие внимания. У нас на этот год доведено задание Брестским облсполкомам 184,5 тысячи метров квадратных на 2016 год. В принципе, цифра подъемная, потому что в прошлом году мы ввели 316 тысяч. Структура жилья состоит из таких трех групп. Это пять домов, это госзаказ так называемый. Один дом социальный, один дом арендный. Вот эти пять домов плюс один социальный, это юго-запад, второй микрорайон. И уже с вводом этих домов мы полностью уходим с юго-запада второго. То есть район по жилью будет закрыт. Согласно генерального плана застройки областного центра, в новом микрорайоне одновременно будут строиться детские сады, школы, объекты торговли и быта и социального обслуживания. Словом, вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Кроме этого, в нынешнем году в других районах Бреста будут построены и введены в эксплуатацию 18 многоквартирных домов с заливым участием граждан, а также четвертый дом семейного типа на улице Воснецова. Если говорить об индивидуальной застройке, то 2015-й был годом прорыва для частников. Был построен 1001 дом, что составляет 190 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас ввиду того, что мы не выдаем уже порядка трех лет ни одного участка гражданам для индивидуальной застройки, потому что нет земли в городе Бресте, поэтому строительство индивидуального жилья уже у нас пойдет на спад. Несколько, наверное, тысяч домов, места есть, вот они введутся и уже будет все. Потому что участки под индивидуальное жилье у нас только с аукциона на продажу, и это те участки изымаемые, которые люди не осваивают, не приступали к строительству. Виктория Драгобецкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Спасибо.